Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать резюме всего один раз так, чтобы оно привлекало внимание рекрутеров еще очень долгое время. Вне зависимости от того, откликаетесь вы на вакансии или нет. Вам все равно будут писать. Если мы прямо сейчас зайдем на HeadHunter, откроем случайное резюме, то на 99% оно будет просто ужасным. К сожалению, такова статистика. Люди просто не умеют делать резюме. Если человек элементарно не может выделить время и оформить свое резюме, то что от него можно ожидать на работе? Именно так и мы с этой чарой. Если вы хотите, чтобы рекрутеры в России сами находили вас и бомбили письмами, то вам достаточно хорошо оформлено резюме на сайте хх.ру. Кто-то из вас скажет, что это резюме некрасивое или там чего-то не хватает. Ребят, все делается, все решается и сейчас я покажу, как. Итак, давайте проделаем все шаги вместе. Сперва мы жмем создать резюме. Сначала мы выбираем профессию. Если подходящего названия профессии нет, мы выбираем любую профессию, которая включает в себя нашу. В моем случае я выбираю просто программист. Если вы просто хотите потренироваться, проходить собеседование, то я вам советую выбирать город Москву. Потому что многие компании не готовы рассматривать удаленный формат работы и большинство компаний находятся в Москве. Если вы хотите получать больше откликов, то выбирайте город Москву. Следующий важный момент. Вам не обязательно указывать дату рождения. Особенно, если вы уже давно не студент и только начинаете изучать программирование. В IT есть такое понятие, как иэджизм. К сожалению, это не мифы. Поэтому ваш возраст может вам просто навредить. Если вы все еще студент, то я советую вам либо не указывать образование вообще, либо указывать, как будто вы уже вуз закончили. Потому что студенты для работодателей это на самом деле большая проблема, ведь они не могут уделять достаточно времени своей работе из-за учебы. И все работодатели это прекрасно понимают. Дальше идет раздел с описанием опыта работы. Это очень важный пункт. Пожалуйста, уделите ему особое внимание. Если у вас опыта работы нет, дальше я расскажу, что в этом случае делать. Для тех, у кого опыт работы есть, мы, во-первых, указываем название компании. В названии компании должно быть указано какое-то известное название компании, в которой вы работаете. Это не должно быть название из документов типа ООО, промсвязь, комбанк или типа того. Это не должно быть юридическое название компании. Это должно быть название компании, которое они выдвигают как бренд. Например, вместо PAO Сбербанк, лучше укажите просто Сбербанк. Следующее название должности. Название должности нужно указывать таким образом, чтобы оно было максимально приближено к тому, какую профессию вы собираетесь искать. Например, если вы ищете вакансии на Python разработчика, весь ваш предыдущий опыт работы должен быть описан как Python Developer, Python разработчик и так далее. Даже если в трудовой книжке ваша должность была разработчик программного обеспечения или лаборант, все равно указывайте Python разработчик, потому что ваш опыт работы должен соответствовать тому, на какую позицию вы собеседуетесь. Это очень важно. Дальше идет описание опыта работы. Это очень важный пункт и его чаще всего люди пишут неправильно. Запомните, описание вашего опыта работы должно быть кратким, понятным, четким и внятным. Согласно статистике, рекрутеры тратят всего 10 секунд на одно резюме и у вас есть ровно 10 секунд, чтобы попытаться их хоть чем-то заинтересовать. Поэтому нужно максимально сокращать и убирать всю воду из вашего описания. Я же просто вставлю заранее подготовленное описание, которое я взял из резюме другого человека. Что мы здесь можем видеть? Во-первых, всегда оформляйте свой текст при помощи bullet points. Кто не знает, bullet points это вот такие вот штучки, которым вы по смыслу разделяете каждый ваш проект или каждый ваш опыт работы. Под каждым bullet points мы пишем одно свое достижение. То есть, что мы сделали, каких результатов достигли. Один, два, максимум три предложения больше писать не нужно, потому что это все равно никто не будет читать на этапе скрининга. Так мы описываем каждый проект, каждую задачу и каждое достижение на каждом месте работы. Кстати, даже если вы уже уволились со своего последнего места работы, все равно ставьте галочку по настоящее время. Это важно, потому что у рекрутера всегда возникает вопрос, а почему вы не работаете сейчас? Вы что, не можете найти работу? Наверное, вы плохой сотрудник. Поэтому всегда ставим по настоящее время, все равно это вряд ли кто-то проверит. Если вы меняете профессию и работали, например, каким-нибудь маркетологом, то попытайтесь описать свой опыт работы так, чтобы он максимально подходил под задачи, которые от вас требуются как от разработчика. Может быть, вы что-то написали, может быть, что-то сделали когда-то, как-то повлияли на результат работы. В общем, стараемся максимально подгонять ваш опыт под то, что мы ищем. Если же у вас совсем нет релевантного опыта работы, например, если вы 10 лет работали на стройке, то этот опыт работы указывать не нужно. Можете максимум в разделе о себе, потом написать пару строчек про это, не больше. Дело в том, что когда вы указываете большое количество нерелевантного опыта работы, на хх.ру показывается, что у вас большой стаж. И рекрутеры заходят в надежде найти крутого специалиста, а попадают на вас и сразу же закрывают. И повторюсь, что возраст мы не указываем, то есть у рекрутеров не возникает вопроса, почему вам так много лет и всего 3 года опыта. Итак, следующий раздел – это ключевые навыки. Это очень важная вещь, которая будет поднимать ваше резюме в топе выдачи, поэтому уделите этому пункту особое внимание. Чем больше навыков в вашем резюме совпадет с тем, что указано в вакансии, тем выше ваше резюме будет в откликах на эту вакансию. А более подробно про то, как работает SEO на HeadHunter, вы можете посмотреть вот в этом видео, обязательно к просмотру. Очень важный пункт. Если мы плохо поработаем над SEO, все предыдущие и последующие пункты будут бессмысленны. Но если коротко, как вы уже поняли, нужно указывать те навыки, которые требуются на вашу профессию. Например, если вы Python-разработчик, то нужно указывать Postgres, Async.io, SQL и так далее. Так, чтобы было наибольшее пересечение с теми навыками, которые требуются на вакансии в вашем поиске. Я же выбираю просто рандомные. Итак, дальше переходим в раздел «Мои резюме». Находим наше резюме. Вы можете его как-нибудь переименовать. И справа мы видим вот здесь вот то, что мы еще можем дозаполнить в этом резюме. Давайте по порядку. Дополнительное образование. Не нужно. Только если у вас какое-нибудь очень топовое, интересное дополнительное образование, его можно указать. Пройденные тесты. Также не нужно указывать, потому что тесты никого вообще не интересуют. Электронные сертификаты тоже мимо, их не смотрят. Категории прав это вообще бред. Наличие автомобиля на вакансию программиста не нужно. Если у вас есть какие-то интересные проекты, которые вы можете добавить в свое портфолио, пожалуйста, если у вас нет портфолио, ничего страшного, у меня его нет. Рекомендации вообще редко указывают, но если у вас есть какая-то очень крутая рекомендация, которую вы хотите 100% кому-то показать, вот можете попытаться ее указать. Я не обещаю, что на это посмотрите. Обо мне. Обо мне заполнить стоит. Я взял заранее подготовленный текст, и здесь нужно описать коротко, какой вы специалист, какими инструментами работали, и какие вам задачи нравятся, какую работу вы ищете. Делайте это тоже коротко, потому что мало времени речары тратят на просмотр ваших резюмеров. Никакой воды указывать не нужно, ваши хобби, которые не связаны с вашей профессией, пожалуйста, не указывайте. Это никого не интересует. Ну, день рождения мы уже договорились не указывать, ближайшее метро тоже особо не надо. Отчество, если оно у вас есть, у меня оно есть, я просто его не указываю. Личный сайт, если у вас есть какой-то сайт-портфолио, где вы выкладываете свои проекты, пожалуйста, укажите его, это дополнительный плюсик. Но если нет, ничего страшного. Зарплата. Дальше идет зарплата. Зарплату я рекомендую не указывать в вашем резюме. Почему так? Потому что всегда нужно оставлять пространство для того, чтобы поторговаться за свою зарплату. Фотография. Сейчас мне начнут писать. У меня есть знакомый рекрутер, HR, с 10 тысячами лет опыта работы, и он мне сказал, что фотография нужна, что фотография увеличивает ваши шансы. Ребят, нихрена. Мы программисты. Наши шансы увеличивают наши знания. Фотография нам никак не помогает. Подумайте сами, даже если вы какой-нибудь Арнольд Шварценеггер и сделаете самую лучшую фотографию в вашей жизни, вы думаете, что HR посмотрит на фотографию и скажет, блин, хорошая фотография, позову-ка я его на собеседование. Нет, ребят, такого не будет. А вот если у вас фотография плохая, это сильно бросается в глаза и может испортить мнение HR о вас, потому что вы выкладываете некрасивые фотографии, и в резюме, может быть, вы какой-то ненадежный сотрудник. Короче, фотография может нам сыграть в минус, но никак не в плюс. Поэтому фотографию мы всегда убираем и не паримся. Также важный момент, нам нужно подтвердить навыки, которые мы указали. Вот в данный момент мне предлагают подтвердить навыки Python. Подтверждать навыки нужно, причем все, которые предлагает вам KHRU. Дело в том, что это очень хорошо влияет на SEO вашего резюме и увеличивает его позицию в топе выдачи. Сейчас покажу небольшой лайфхак для тех, кто не хочет тратить время на прохождение этих тестов. Просто делаем скрин, отправляем его в чат GPT, можем даже ничего не писать, и сейчас посмотрим, что он нам выдаст. Он нам говорит выбрать функцию false. Отвечаем и идем дальше. Таким образом, мы можем пройти все тесты по любым навыкам и поднять наше резюме, особо не тратя время. Но вообще я не советую читерить, потому что если вы указали навык, который вы плохо знаете, то наверняка вы на собеседовании его провалите. Поэтому действуем осторожно, но мне просто нравится, как мне чат GPT все решает, поэтому я так делал. Итак, давайте посмотрим, какое резюме у нас в итоге получилось. С этим резюме вы можете спокойно откликаться на все вакансии и получать ваши законные 10% конверсии в собеседование. Да, 10% считается большой цифрой, то есть из 100 откликов, которые вы сделаете, с хорошим резюме вас позовут на 10 собеседований. Поэтому откликов делаем много. Более подробно про то, как правильно делать отклики, я рассказал в своем предыдущем видео. Обязательно его посмотри, а мы идем дальше. А реально найти работу вам поможет наше ламповое IT-сообщество Unicode. Помимо того, что там очень много опытных и интересных программистов, так еще у нас есть база реальных вопросов собеседований, которая пополняется всеми участниками нашего сообщества. Поэтому присоединяйся, мы тебя ждем. Ну и конечно, я там тоже есть. Теперь давайте разберемся с теми, у кого нет опыта работы, что в этом случае делать. Во-первых, подумайте, может быть этот опыт работы у вас все-таки есть. Например, вы делали какой-нибудь учебный проект или какой-нибудь пед-проект. Опыт работы программистом это не обязательно опыт работы вашей трудовой. Опыт работы программиста складывается из всего, что вы сделали как программист. Пользуйтесь этим. В конце концов, вы можете взять свои пед-проекты и представить, как будто бы вы их делали на каком-нибудь фрилансе. И также подробно интересно про них рассказать на собеседовании. Короче, выжимайте максимум из вашего опыта и преподносите его в выигрышном свете. Представим ситуацию, если пед-проекта нет. Что, кстати говоря, странно, потому что как вы ищите работу программистом, если у вас нет никакого пед-проекта? Где вы тогда учились? Это самый важный этап обучения и более подробно про это я рассказал вот в этом видео, как стать программистом с нуля. Но если все-таки у вас по какой-то причине нет пед-проекта, у вас есть два пути. Первый, это честно об этом написать и стараться подаваться на вакансии, которые не требуют опыта работы и надеяться на то, что вам повезет. Будьте готовы, что конкуренция будет большая и конверсия на такие отклики будет очень низкая. Поэтому в своем резюме постарайтесь максимально красиво описать ваши другие достижения. Второй путь, конечно, это накрутка опыта. К сожалению, реальность такова, что опыт крутят практически все. Кто-то делает это более нагло, кто-то менее. Конечно, от этого страдают по-настоящему опытные программисты, но в условиях тяжелой конкуренции или когда работа нужна срочно, другого выхода иногда просто нет. Про накрутку опыта я больше рассказывать не буду. Кому интересно, заходите в наше сообщество по ссылке в описании и спросите тех, кто этим когда-нибудь занимался. Но от себя скажу, что накрутка опыта это просто инструмент, который позволяет вам попасть на собеседование. Дальше все зависит только от ваших реальных знаний. И если реальных знаний нету, то вы обязательно завалите это собеседование. Поэтому учите знания прежде всего. Последнее, что нужно сделать, это сопроводительное письмо. Я рекомендую сделать одно сопроводительное письмо для всех вакансий и вставлять его в каждый отклик на каждую вакансию. Вот туда вы уже можете указать свою зарплату и также вы можете туда указывать все, что вам реально важно. Вот пример сопроводительного письма, которое рассылаю я. Вы можете сделать что-то похожее. Ура! Теперь у нас есть содержательное резюме, которое приятно читается и которое выдается в топе при поиске по резюме и в отведении на вакансии. Найс! Все, что мы сделали, будет достаточно для того, чтобы откликаться на любые вакансии в России. А для тех, кто хочет устраиваться в зарубежные компании, вам нужно сделать кастомное резюме на английском языке. В следующем видео я расскажу, как сделать резюме для работы за границей и получить оффер на валютную удаленку. И да, чуть не забыл, обязательно проверяй свое резюме на наличие грамматических ошибок. Безграмотные резюме получают больше отказов. Если у тебя все еще остались вопросы, то спрашивай в нашем сообществе по ссылке в описании, а за новостями следи в моем телеграм-канале. Желаю тебе грамотно оформить твое резюме и найти самую крутую работу на свете. Удачи всем, пока!